всем добрый вечер здравствуйте карина привет я тебя вижу как там мои собаки все хорошо у них здравствуйте здравствуйте добрый вечер ну что вы ждали кто ждал эфир с розыгрышем мест на марафон есть такие всем здравствуйте сегодня последний день выходных да уже завтра на работу многие пойдут у меня муж тоже сказал я тоже на работу выхожу я говорю на какую работу он говорит буду провожать кирюшу в школу встречается школы отводить школу это тоже работа работа дедушкой да греет душами классно спасибо ждали хочу вот видите обещала и вышла люблю ваши эфиры сохраните укладываю ребенка все эфиры я буду сохранять в разделе видео что если кто-то потом потеряет посмотрите в разделе видео хорошо не не знаете сегодня досталось от хейтеров я не знаю как их еще назвать может это не хейтеры может женщины которые неважно себя чувствует психологически почему-то они решили что они должны мне сегодня рассказать чем не заниматься как выглядеть в какой цвет волосы красить какие пояса надевать как вообще в принципе себя вести вот и поэтому я такая сначала прям была просто ошарашен а потом для меня дошло наверное я сегодня просто хорошо выгляжу и поэтому кого-то это очень сильно злит и поэтому сегодня особенно меня решили покусать вот я прям шоке от такого натиска тем более от некоторых тем более потому что есть те которые очень давно не были подписаны и какой-то такой я даже подумал что человек выпил что-либо что так себя неадекватно стало вести для меня это конечно открытие открытие что так можно себя вести некорректно с человеком который в принципе тебе чужой от того что ты на его на моей странице находишься это не значит что здесь нужно хамить переходить личные границы и так далее мне так кажется как у вашей кошечки глазик после операции у нее лучший глазик ну как ей хрусталик удалили поэтому она видит только одним глазом а там где удалили хрусталик нам сказали что там зрение не не полностью не вся картинка а вот как будто в щелочку в такую смотрит но тем не менее она видит двумя глазами это это тоже неплохо вот а так у нее не знаю есть может у кого-то такое кто тут у нас любители кошек подскажите а у меня такое ощущение что у нее сейчас не знаю память что ли страдает она забывает что она поела вот я что заметила и она просит еды просто так как будто ее не кормили вот поезд проходит минут там десять-пятнадцать и она начинает опять звать бежать к миске просить еду и она же вот прям поправилась очень сильно такая толстая стала я не знаю как с этим и справляться потому что я вижу что это ей не на пользу идет мне это не жалко корма не ее жалко но мне ощущение что от возраста она как будто забыла что она поела вот такое кто-нибудь встречался с таким у животных или нет спасибо большое не обращайте внимание берите близко все вы отлично выглядите наши звездочка наш мотиватор пример учитель спасибо добрых людей больше однозначно у хейтеров закончился алкоголь обиженной судьбой женщины ваши хейтеров делю бог не дал мозга моя мама ушла с работы чтобы нам помогать мне сначала было неудобно но я вижу как она счастлива больше общение с внуками да да это очень хорошо это замечательно и иногда знаете нужно задумываться над тем что в жизни важнее работа или общение с семьей очень часто бывает когда есть возможность не работать бабушкам то конечно лучше не работать если есть такая возможность но бывает же такое что дети содержит родители помогают им бывает наверное ну я по крайней мере слышал о таком добрый вечер ирочка нас не укусишь зубы сломают да точно танюш очень красиво не слушайте здравствуйте если унижают что делать как поступить повернуться и уйти и оставить их с их дерьмом на едини здравствуйте вы супер добрые отзывчивые спасибо кошмар какой что приходится терпеть ну и и я про тоже просто я не понимаю за что мне это все зачем писать человеку в личку вот такие просто не просто доказывая что я какая-то не такая понять не могу не такая не смотри на меня отпишись в чем проблема они хотят чтобы я стала богиня я так люблю смотреть как вы готовите девчонки получили щи кстати отменные очень вкусные правда я уж не очень себя люблю хвалиться но здесь правда я попробовала щи просто супер получились поэтому смело готовьте по этому рецепту подробный видео рецепт я разместила можете спокойно делать сколько лет кошечки сейчас скажу 15 год 15 и 14 лет вот исполнилось летом сейчас 15 год вот сын живет с нами да у меня два катает здравствуйте кто опять поздно ну сегодня просто какой-то странный день просто вот реально я я удивлена у кошки диабет гормональный сбой у нее уже был гормональный сбой у нее была операция и удаляли по-женски все потому что шерсть начала вылезать просто клоками но после этого она прям восстановилась хорошо была очень прям такая лапочка все замечательно а сейчас вот последнее время я заметил буквально там месяца три может у нее прям проблема с тем она не помнит что она поела вроде поела все отходит в сторону поспала потом раз просыпается и опять кричит прям кричит требует еду я прям не жалко и не знаю что делать с этим олег да живет с нами пока временно а так он он закончил уже высшей школы экономики защитил диплом сейчас работает вот как же хорошо что вы умница красавица одевайте носите что считаете нужно ларочка я тоже ну вот я тоже считаю что это дело каждого тем более что упрекать меня что я как-то не так выгляжу что я там свет неправильно выставила что у меня цвет волос не такой а что пояс не такой на комбинезоне и вообще комбинезон не идет я вообще не понимаю просто честно говоря потому что во первых я аккуратненько одета чистенько а у меня волосы чистые уложенные у меня мейк сделан я даю позитив спокойно разговариваю спокойствие у меня нет никаких выходок дурных поэтому я не понимаю почему я должна прислушиваться какой-то женщине или женщина которая считает что я должна что-то там какие-то свет выставлять чтобы выйти к публике я что фотомодель или что в конце концов я дома нахожусь готовлю убираю работаю что-то делаю неужели я должна выглядеть как не знаю как модель с обложки потому что я в инстаграм веду блок и что некоторые вот в инстаграм ведут блок вообще в носу ковыряют плюются и матом ругаются и ничего есть корм для худеющих котиков попробуйте просто питание делить по чуть-чуть я так и делаю я так и делаю дашенька я так и стараюсь давать хотя бы по чуть-чуть чтобы она не очень она все равно поправилась очень пили гормоны при ковид нет не пила кошечка вероятно утратила чувство насыщения возможно гормональный дисбаланс внимание хочет да нет оль ну чё ты придумываешь на какое внимание ну ты же прекрасно знаешь как я отношусь к животному уж ей внимание от меня хватает ой-ой-ой причем тут внимание это у котов с возрастом моему коту 17 тоже есть постоянно у меня кошки тоже такой зимний жор на марафон кошечку а ваш сын всегда теперь будет жить с нами ну конечно же нет нет конечно он женится когда-нибудь и будет жить с женой добрый вечер волосы восстановились поскольку восстановились но не совсем все равно есть еще проблемы и антенки торчат вот они ну по крайней мере гораздо лучше чем было астрахань привет кошку на марафон лизоньку лизонька жила не одна она жила с олегом поэтому все нормально у лизоньки с вниманием и оля приходила навещала с детками ее я такой же как кот тоже ем постоянно так привет баку очень приятно ваш сын женился пока нет я такая бабушка меня сын забрал с работы содержит я им помогаю с двумя внуками умница светланочка это такое счастье на самом деле вы представляете просто иметь возможность общения постоянно с малышами это счастье это очень круто блокирует таких людей ну сегодня в блок улетели три человека за свой язык и за неумение держать дистанцию мы с вами нас больше адекватных привет с украины привет очень рада что есть возможность принять участие да вы очень вкусно готовите хоть я не пробовала у меня катуши знает как вы относитесь к женщинам которых содержит мужья я ко всем вообще людям хорошо отношусь содержит муж значит хорошо главное чтобы женщина себя хорошо чувствовала как я могу к ней относиться главное чтобы она была счастлива вот правда какая разница работает она не работает вообще у женщин мне кажется столько работы помимо в принципе работы какой-то что ее считать безработной грех никогда на марафон что девушка сына с вами живет нет нет скучая по вашей старой кухне в посаде как вы готовили а почему здесь вам не нравится кухня там просто кухню мы готовили с вами в прямом эфире вы наверное просто по прямым эфиром с готовкой скучается правильно здесь да там кухня была прям специально мною спроектирована под съемку я тогда как раз снимала ролики для youtube канала и поэтому когда мы заказывали новую кухню я учла это для того чтобы свет было удобно выставлять камеры и так далее мы тогда снимали прям профессионально ролики если кто-то хочет посмотреть обратите внимание на youtube канал называется огибалова лайф там очень много интересных видео рецептов и там можно кстати поживиться хорошими рецептиками посмотрите подробные видео рецепты на канале огибалова лайф вот эти все видео как раз монтировал мой сын и он оформлял полностью и видео рецепты и канал и шапку канала и все 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 это делал мой сын когда еще учился в школе а потом когда он уже поступил в университет ему стало некогда он стал учиться в москве я осталась в палском посаде и так мы перестали снимать к сожалению мне очень жаль потому что у нас было очень интересно получалось мне так кажется не знаю кто помнит мои эти видео с youtube канала может быть напишите потому что там у нас был и про ремонт тоже ролики он назывался ремонтира если помните там же был про косметологию про красоту блог так интересно вот прям несколько рубрик таких интересных как бы это все продолжить как это все и я честно говоря просто не успеваю объять необъятное меня одну намного не хватает мне бы помощника хорошего который бы помогал мне со съемкой с монтажом со всем было бы здорово было бы очень классно вот я знаю что некоторые блогеры имеют прям личных помощников которые помогают им и с общением и с выкладкой контента и со съемкой и с поручениями личного характера там так далее есть такие блогеры но найти такого человека очень сложно даже если ты будешь платить ему хорошую зарплату все равно получается что ты человеку прям доверяешься доверяешься пускаешь его в свою жизнь в свой дом потому что я уже имела очень печальный опыт с моей домработницей которая у меня отработала пять с половиной лет и в итоге обворовала меня и пропала ну как бы это очень неприятно тем более когда ты ее воспринимал уже как члена семьи когда ты ее там и в банке с ней парился и вещи отдавал и платила хорошо и она купила квартиру я эту квартиру прям в машину отправила с мебелью и с вещами со всем и одевала с ног до головы ее ну к сожалению вот человек узнав то что я продаю дом решила под конец вот так вот меня отблагодарить за пять с половиной лет общения ну я не стала подавать в полицию если вас интересует этот вопрос я посчитала что главная полиция ждет всех впереди поэтому божий суд это самый страшный суд поэтому бог ей судья не я все она больше потеряла от того что так сделала это однозначно я бы больше ей дала и на грязи на вас я скинула 15 килограмм ничего себе это я таким даром обладаю выбрали название марафона нет девочки знаете какое название чаще всего предлагается если вам интересно чаще всего предлагается название новое я это хорошее название но я уже говорила вчера что у нас есть мальчики на марафоне и это получается уже какой то не знаю такой женский клуб куда мы мужчин не пускаем не пускаем получается новое я нет что-то здесь нужно другое и здесь конкретное даже не название а замена слова марафон вот что я хотела замена слова марафон кто-то предложил ирафон но это уж слишком это уж я прям не знаю марафон на в российск привет или на ваше лицо просто какой то художник если бы Оля пошла на работу вы смогли бы с утра до вечера быть с Левой это понедельник а до субботы почему нет я с Митей была если вы помните и не с понедельника по субботу практически не знаю 24 на 7 в чем проблема ну дело в том что работа сейчас очень часто очень часто стала встречаться не та на которую надо ходить а та которую открываешь компьютер и ты уже на работе поэтому работы бывают разные у Оли такая работа когда ты открываешь компьютер и работаешь давно ваша поклонница привет с Волгодонской привет пишу вам директ посмотрите Верочка если я вам не ответила в директ в течение двух часов это значит я не вижу ваше сообщение такое может быть поэтому напишите мне на почту почта есть шапки профиля где вы приобретели часы которые висят у вас на стене резидант в какой комнате часы которые висят на стене у меня в каждой комнате висят часы в какой комнате почему нет эфиров прямых с готовкой отвечу на этот вопрос я очень любила тоже эти эфиры мне нравилось общение с вами нравилось рассказывать как я готовлю и так далее у меня было такое если помните что я за час готовила 3-4 блюда сразу вот но дело в том что конкретно плохие комментарии оскорбления в эфире которые меня расстраивали которые мне портили настроение и я не понимала для чего я тут просто ломаю копья в принципе несу благое дело делюсь своими знаниями рецептами а меня оскорбляют обзывают рассматривают мой нос глаза уши руки я не хочу я хочу нормально жить я хочу улыбаться я хочу с хорошим настроением жить а не так чтобы отбиваться от каких-то оголтелой толпы которые меня обзывают зачем мне это и я прекратила вести эфиры на прямые с готовкой именно поэтому ну и еще одна причина это то что когда ты ведешь прямой эфир с готовкой это по времени достаточно все равно продолжительно не каждому удобно смотреть такие эфиры для того чтобы перенять рецепт поэтому очень многие просили все-таки рецепт снимать короткий но емкий а получается что это надо было снять и рецепт и прямой эфир это нереально практически потому что во время прямого эфира я общаюсь с вами поэтому получается что это неудобно удобнее всего показывать рецепты в сторис это коротко это понятно и можно подписать сразу же поэтому перешла на видео в сторис а как вы считаете если женщина не работает домохозяйка считаете ли вы что она деградирует или вращается в клошу гаене здесь индивидуально все есть женщины которые деградируют когда сидят дома все зависит от женщины от тем от того чем она занимается а есть женщины которые настолько разносторонне настолько много всего пытаются узнать любознательные которые интересуются чем-то куда-то холят чем-то занимаются помимо того что они дома сидят что значит сидят это когда у тебя коробка конфет телевизор и банка газировки вот это да это деградация а когда ты чем-то занят то тогда это развитие у вас домработница была у меня была домработница которая приезжала ко мне раз в месяц на два-три дня жила у меня и помогала мне делать генеральную уборку хочу к вам на марафон Сашенька напишите мне в директ либо на почту вы же говорили что нет Калинина смотрите девочки не пытайтесь меня подловить никогда потому что я всегда говорю как есть еще раз повторяю это было в Павловском посаде когда у нас был огромный дом 600 квадратных метров ни одна из вас наверное не понимает что такое 600 квадратных метров на одни руки когда ты помимо того что ты обслуживаешь этот дом ты еще должен что-то делать куда-то ездить поэтому я да прибегала к услугам клининга либо домработницы раз в месяц имела на это полное право не считая это зазорным и оправдываться за это точно не собираюсь здесь у меня домработницы нет но клининговую компанию я периодически тоже вызываю также на Кипре я попробовала домработницу она пришла ко мне два раза после этого я отказалась от ее услуг и на Кипре дом мы с мужем полностью сами моем и убираем потому что пришла домработница филиппинка которая поцарапала мне новую плиту стеклокерамику которая сломала мне стульчик и в общем то два раза пришла и два раза ущерб я просто поняла что мне проще сделать самой дом небольшой и мы с мужем прекрасно управляемся а окна мыть огромные вы знаете домработница их так помыла что у меня просто обнять и плакать хотелось на самом деле мой робот моющий кокон справился с окнами в сто раз лучше да это по времени гораздо дольше получается потому что он моет очень тщательно и нужно переставлять его то сюда то туда но моет он очень классно мне понравилось и я обязательно когда приеду опять прибегу к услугам роботомойщика проект обновления сливочный суп с горбушей готовила конечно у меня по моему сохранен тоже какое имя больше нравится Борис или Сергей Сергей так вы вообще другая во время марафона юбилей у мужа как быть смотрите наташ юбилей у мужа какого числа вот когда у вас подойдет дата вы мне напишите я вам подскажу как себя вести хорошо хочу найти согруппников из Канады спросите кто есть из Канады новая жизнь антидепрессанты когда-нибудь пили нет у вас есть сохраненные рецепты на вашей странице было бы очень удобно Ирочка конечно есть в актуальных сторис вот в кругляшках которые над постами там очень много рецептов еще есть у меня хэштег называется рецепт от Агибаловой вот и по этому хэштегу очень много рецептов правда его подзасрали этот хэштег туда чего только уже не напихали очень непорядочные люди но рецепты там есть больше тысячи рецептов там не хочется вас обнять в апреле спасибо марафон каждый месяц или нет марафон идет 3 недели 2 недели перерыв потом опять 3 недели марафон 2 недели перерыв как же я вас люблю я с вами всегда так рада вас слышать спасибо большое Леночка добрый вечер Юрий помогает вам? конечно она заплатила за порчу имущества? нет конечно название марафона то и после девочки само слово марафон хочется поменять понимаете о чем я это такая редкость когда муж и жена вместе все делают по дому и по саду как у вас получается как заставить мужчин но все таки мне кажется это зависит от человека это невозможно контролировать вы знаете мне кажется это от воспитания зависит у нас просто что у Юры что у меня в семье детей заставляли работать когда мы были маленькими нас заставляли родители работать и для нас не стоит никакого вопроса и не стояло никогда о том чтобы помочь родителям мы когда с Юрой поженились мы каждые выходные ездили к моим родителям помогали и картошку полоть и выкапывать и сажать и консервировать и по огороду и по всему с хозяйством тоже так же точно когда мы жили здесь мы так же ездили на дачу к родителям Юры и помогали им у нас это было нормально у нас не было вопроса чтобы полететь на море или поехать у нас всегда мы ехали к родителям в отпуск когда у нас был отпуск мы ехали к родителям для нас это была норма То, что мы раз в год летаем к родителям мужа и ездим к моим родителям. Доброфон какой-то проходит. Доброфон, кстати, хорошее название. Мне нравится. Девчонки, как вам нравится Доброфон? Можно назвать курс «Гармония души и тела». Да, если вы сегодня оплатите, вы попадёте на марафон, потому что он стартует завтра. Сегодня последний день приёма заявок. Это тут есть фигура мечты. Можно назвать время перемен. Время перемен. Доброфон. Интересно звучит, да? Как вам название, девчонки, Доброфон? Интересное, да? Название «Красивый и счастливый путь». Так, девчонки, ну что, в Бутово парк живёте? Нет. Давайте приступим к основному, к тому, зачем мы сегодня все собрались. Сегодня будет разыграно три бесплатных места для участия в марафоне и условия для участия все те же самые. Для того, чтобы участвовать в марафоне, вы должны понимать, что вы этого действительно хотите. И если вы выигрываете место, то вы должны выйти в эфир ко мне и подтвердить своё желание участвовать в марафоне, чтобы я понимала, что это не просто какая-то шутка чья-то, либо, не знаю, какой-то недоброжелатель хочет прорваться на нашу территорию добра. Такие бывали у нас. Поэтому давайте сделаем так. Сейчас мы пишем цифру 1. Все, кто хочет попробовать участие в нашем марафоне. Пожалуйста, пишите цифру 1. Я через несколько, буквально 2-3 минутки начну прокручивать и выберу случайным образом одного человека для участия в марафоне. Этот человек должен будет выйти в прямой эфир ко мне и подтвердить своё желание участвовать. Хорошо? Пожалуйста, я всех жду. Особенно я жду тех, кто не может себе позволить марафон по финансовым причинам. Очень хочу помочь таким людям. Пожалуйста, пишите сейчас. Действуйте, действуйте. Стучите, и вам откроют, как говорят. И ещё тех, кто в Казахстане живёт, у вас сейчас большая проблема с оплатой из-за того, что банковская система сильно пострадала. Поэтому тоже казахстанцы, земляки мои, пишите. Буду рада вас видеть на марафоне. Так. Пишем циферку 1. Старайтесь в это время не писать комментарий, чтобы не мешать розыгрышу. Цифру 1, пожалуйста. Хорошо? Итак. Считать до 10. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 Все. Я закрываю глаза и начинаю прокручивать. И 1 2 3 4 5 Вышел кто-то погулять. Так. Сколько сейчас марафон? Я попросила сейчас пока не писать комментарии, пока я прокручиваю. Хорошо? Итак, ещё раз. Попытка номер 2. Так. Black White 0.1 Black White 0.1 Пожалуйста, Дайте своё желание участвовать в марафоне. Black White 0.1 Здравствуйте. Здравствуйте. Я даже не верю. Такая красоточка. Как вас зовут? Анастасия. Настенька, здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Вам действительно нужно сбросить вес? Да, на самом деле, Ирина Александровна, у меня после родов, мне 25 лет, я родила малышку, ей 4 года почти в 2017 году, вот ходила сделать УЗИ, мне сказали, нужно сдавать анализы на гормональные, ну, вещества, то, что у меня вес встал после родов и не уходит совсем. Я сейчас просто в таком виде, я ещё на работе. Настя, вы попали туда, куда надо. Поверьте мне, через два месяца ваш врач скажет, что случилось, с гормонами всё в порядке, и как вам так удалось. У нас таких случаев просто очень много, очень. Так что и 20-летняя, и 25-летняя, прекрасно. Всё тогда, Настенька, пожалуйста, напишите мне в директ, я вам дам ссылочку, и заходите. Хорошо, спасибо большое, так было рада вас видеть. До свидания. Пока-пока, Настюша. Так, Настенька отключается у нас. Кто у нас следующий? Циферку 2 пишем, девочки, цифру 2. Какая хорошая девочка, правда, Танюш? Как тебе вообще прелесть? Девочка прелесть прям. Настеньку все поздравляют, молодцы. Поздравляем, берём побудителя. Так, следующий, следующий. Итак, считаю до 10. Девочки, пишем цифру 2. Для того, чтобы успели, я буду считать медленно, быстренько пишите цифру 2, пожалуйста. Итак, 1, 2, и 3, и 4, 5, 6, 7, 8, 9. Девочки, пишем цифру 2, и 4, и 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Итак, я начинаю. Итак, отворачиваюсь, прокручиваю. И так, гусева на тебя попала. Ну что ж такое-то? Итак, 1, 2, 3. С. Абдулаева. С. Абдулаева. Приглашаю С. Абдулаеву на прямой эфир. Пожалуйста. Так. Поздравляю. С. Абдулаева. Жду вас на прямой эфир. Иначе отдам ваше место соседу. Так. Не хочет. Не хочет или не может? Не может. Ну, девочки, это было одно из условий. Значит, тот, кто рядышком у нас. Давайте кто? Изикрок. Выходите. Так. Девочки, у нас еще пока второе место не разыграно. Пока не пишите цифру 3. Второе место пока не разыграно. Ну, что, повторяем? Так. Пролистываю еще раз. Раз, два, три. Оп. Горват 623. Горват 623. Горват 623. Это кто у нас? Горват 623. Настя не вышла в эфир. Настя пролетает. Ну, ну. Горват 623. Выходим в эфир. Что-то у нас сегодня, либо это проблемы с интернетом, либо просто девочки не могут выйти в эфир. Вы пишите, пожалуйста, если вы не можете. Горват 623. Пишем еще раз. Давайте еще раз циферку 2. Все вместе. Пишем цифру 2. Итак, цифру 2. Пишем цифру 2. Так. Все, я отворачиваюсь. И раз, два, три. Наира торты МСК. Наира торты МСК. Так. Кто у нас тортики любит кушать? Выходите, покажитесь. Наира торты МСК. Здравствуйте. Я рада, что я попала к вам. Здравствуйте, Наира. Правильно? Да. Сколько вам лет? 32. 32 года. Вы действительно хотите попасть на марафон? Очень. Очень-очень хочу. Давным-давно. Давно хотите. Все, Наирочка. Значит, пишите мне в директ. После сейчас эфира. Напишите, я вам помогу. Дам ссылочку, как пройти на марафон. Хорошо? Спасибо большое. Хорошо. Все. Спасибо, что вышло. Такие сегодня досотки у меня прям в эфире. Одна лучше другой. Все. Жду тогда. Пишите. Так. Второе место Оттона. И последнее место, которое у нас разыгрывается в этом январском марафоне. Больше не будет бесплатных мест. Поэтому пишите цифру 3. Я подожду, чтобы побольше людей смогло участвовать. И выберу сейчас. Пишите, пожалуйста, цифру 3. Хорошо? Итак. Пишем цифру 3. Может быть, есть девочки, которые действительно вот просто нет денег, ну, очень хочется, либо детей очень много или еще что-то. Вы просто напишите, и я тогда просто вас выберу уже без прокрутки. Цифра 3. Так. Ждем, ждем, ждем. Пишите цифру 3. Столько знакомых имен, девчонки. Те, кто уже на марафоне, еще хотят участвовать. Как это приятно, что люди, которые на марафоне находятся, либо были, они еще хотят участвовать. И это говорит о том, что действительно марафон зашел, понравился. Хочется на него попасть еще раз. И мне это, конечно, безумно приятно. Так. Олечка. Олечка С. Написала штук 20, наверное, троек. Наверное, она очень сильно хочет. Да, Оля? Так. Пишем, пишем, пишем. Итак. Считаю до трех. Один. Два. Три. Все. Так, я отворачиваюсь и начинаю прокручивать. И раз, два, три. Попала у нас Алина 3 семерки 3 ноля. Алина 3 семерки 3 нуля. Алина 3 семерки 3 нуля. Выходите к нам в эфир. Алина 3 семерки 3 нуля. Ждем вас. Не вижу вас. Алина, три семерки, три ноля. Не вижу. Так, переигрываем. Итак, еще раз. Один, два, три. Покрутили. И так. Светланочек Марева. Светланочек Марева, вы готовы выйти к нам в эфир? Так, кого ты поздравляешь, Танюша? Наирочка. Наирочка не вышла в эфир, к сожалению. Не знаю, почему смогла она, не смогла, но она, по крайней мере, не вышла. У Казахстана нет связи, пишет у меня. Света Чекмарева. Ждем в эфир. Светланочка Текмарева. Так, Нина Букса. Очень хочу, но нет денег. Завьялова. Олечка. Так, ну что? Светланочка тоже не может выйти? Так. Никто не может. Ну как так? Давайте повторять. Так. Не может она выйти, вижу. Все. Еще раз тогда. Почему вы меня игнорируете? Что за чушь? Я никого не игнорирую, у нас розыгрыш идет. Итак, раз, два, три. Оп. Выберите меня, я тут, а. Ольга Когтева. Вот. И попала Ольга Когтева. Выходите. Ольга Когтева. Я! Ну вот они эмоции. Вот такие эмоции должны быть. Оля, я вас поздравляю. Оля, я до последнего не платила. Я очень рада, что вы так радуетесь тому, что попадете на марафон, правда? Очень рада. Очень рада, очень-очень. Мне очень приятно, правда. Это просто потрясающие эмоции. Я бы хотела, чтобы все так реагировали. Спасибо вам за эти эмоции. Напишите мне, пожалуйста, в директ, я вам скажу, как к нам пройти. Спасибо. Скажите, вы прям так хотите на марафон? Да, 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 да. Я у вас в прошлом году проходила. А, то есть вы были. Понравилось вам? В фенале как раз. Понравилось? Очень, вообще очень. Я очень рада. Я очень рада, когда ко мне возвращаются мои девочки с такой радостью. Это вообще. Да, да, да. Это двойное счастье. Спасибо вам за это. Спасибо, Микла. Жду вас. Спасибо. До свидания. Какие девята все, прям один к одному. Так я не знаю, как выключить. Я в прямом эфире нечасто. На крестик в правом верхнем углу. А, всё. Да. Ну что же, девочки и мальчики, на сегодня розыгрыш мест закончен. Посмотрите, какая была реакция. Я просто в шоке. Честно говоря, ну в приятном шоке. Это прям мне, знаете, как бальзам на душу. После сегодняшних просто критиканов, которые пытались рассказать мне, как мне стоять, ходить, что мне делать и вообще как мне себя вести и одеваться. Поэтому спасибо огромное вам за эти эмоции, за прекрасный эфир. Очень приятно, очень довольна и рада. Всё. Всем пока. Всем до свидания. Я буду выходить к вам в прямые эфиры ещё, но уже пока без розыгрыша, просто так. Поэтому всем пока. Всех люблю. И всем желаю хорошего воскресного вечера. Если кто-то ещё не успел, если кто-то ещё хочет попасть на марафон, есть уникальная возможность сделать это до утра. Утром марафон уже стартует и уже будет поздновато. Поэтому успеваем. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»